Эта книга была первой и последней, которая создавалась авторами поры. Они просто разделили главы и по половине книги написали. Правда, опасаясь, что потом шоу будет виден. Но, как они говорят, мы сами были поражены, то, что все срослось. И даже критик, очень известный, здоровитый критик, попытавшийся на спор определить, где тем написано что, ошибся. Вот настолько это было органично для этих писателей. Вот книга эта была опубликована очерками, она опубликовалась отдельными очерками в газете «Правда», заметьте, в газете, которая тогда была, наверное, единственной газетой, единственной правильной. И эти очерки открывали для советского читателя тогда современную Америку. Оно написано, я бы сказал так, без гнева и пристрастики. Оно написано для тех, кто хотел бы узнать эту страну, и не просто узнать, но и что-то взять для себя. Всяком случае они пишут. Так, наши записи – всего лишь результат дорожных наблюдений. Нам просто хотелось бы усилить в советском обществе и интерес к Америке к изучению этой великой страны. И это изучение, скажем, наблюдение, даже систематизация, она идет по всем направлениям. Дважды проехали в эту страну. За рулем машины была почтенная женщина-американка, жена инженера, который 7 лет провел в Советском Союзе и прекрасно знал русский язык, как они, чтобы нашли идеальное семейство. И эта семья провела с ними вот эти вот два месяца. Итогом стала эта книга. И потом их вид, этот инженер, написал им письмо, в котором говорил, что книгу вашу мы читаем, страница, они вписывали правду. И эту книгу может понять тот, кто видит диалектику, живет. Только тому она будет доступна. И вот именно диалектика, отношение к Америке и диалектика познания страны, она главная в этой книге. Это то, что отличает произведение Эльфа Петрова от всех остальных. Сегодня мы, много знаю уже об Америке, много читая книг, мы видим, как будто бы те же самые вещи. И забывая, потому что они были в этом отношении первыми. И вот я хочу сказать, что особое обаяние книги в чем? Не только в том, что она такая всеобъемлющая, но тоже, скажем так, энциклопедия американской жизни глазами русского журналиста, писателя. Это еще и книга, в которой они сочетают самые разные формы. Ну, это сообразное расследование журналистское. Это может быть Америку глазами наибного человека. Это и филетон. Вот здесь есть совершенно блестящие филетоны, написанные, например, об американских древищах. Большая американская арена, где гнуснейший вид типов без правил, соседствует с блестящим, великолепным совершенно описанием такого же великолепного родера. И вот авторы пишут, да, на арене Америки можно видеть все плохое хорошее. Тема Америки, образ Америки всегда волновал русскую культуру. И впервые вот этот образ появился в нашем культурном пространстве, русском культурном пространстве, в 19 веке. Но, заметьте, появился сразу на таких вот, ну что ли, на противоположных скрещениях. Скажем, Пушкин и родящих говорили о видимости американского благополучия, имея в виду рабство, безусловно, примеряя эту ситуацию на ситуацию русскую. И мы, так говоря об Америке, имеем в виду во второй части нашу страну. Для того же Чернышевского, скажем, в его романе, перепахавшем Ленина, в романе что делать. Америка показана как страна огромных возможностей. И не случайно туда уезжает один из героев романа Лопухов. Более того, когда мы видим описание мастерских Веры Пауны в Петербурге, то это мастерские повторяют с точностью американские фирмы того времени. Но я напомню, что один из героев Чернышевского, Сидриганов, предлагает Раскольникову, убийце, скрыться в Америке. Вот этот континент как-то всегда привлекал русских писателей то ли трудной доступностью, то ли каким-то ощущением близости к нам. Возникает такой своеобразный американский миф, может быть, американский текст, даже русской литературы, где как обязательный присутствует этот мотив труднодоступности, потому что сам океан, Атлантика, это уже ощущение некой дальности. Это иллюзорность, потому что Америка представление об огромных небоскребах, но за этими небоскребами оказывается весьма неприглядная скрытая реальность с ее унижением по расовому признаку, по национальному и так далее. Вот это обязательное ощущение может быть именно прагматики, деловитости. Как писал Горький в свое время, проклятая плоскость, здесь ничего не хотят знать, кроме доллара. А говоря о культуре, он писал тошнит и хохочу. Вот такой текст антиамериканский явно был им создан, что даже русское правительство тогда было вынуждено давать официальное заявление, что взгляды Горького это не взгляды русского правительства на Америку. И когда начинает развиваться советская литература, то естественно все эти мотивы, они входят в нее вполне органически, больше того не актуализируются идеологическими еще особенностями. и возникает новый мотив у советских собственная гордость, который как раз мы видим у Маяковского. В XIX веке может быть итог какой-то своеобразный подвел Лев Толстой, сказав, что Америка столь же высока в материальном благополучии, как она низка в духовном плане. И вот как раз тогда складывается определенное представление об американском характере, который себя включает прагматизм, деловитость, упорство и любовь к доллару. И вот с такими представлениями русская культура вошла в XX век. И заметьте, появляется вот в этом же заданном русле работают тогда и Горький, написавший книгу очерков «Город желтого дьявола», само название в себя говорит, и Есенин «Железный мир город», и циклы знаменитые стихотворные Маяковского, хорошо нам известные «Блэк и Дуай», «Бруклинский мост» и так далее. Вот и его очерки о Америке. Эту проблему характера национального американского, который тоже оказывается разносоставным, причем оказывается ближе к характеру русскому. Так вот, они считают, что главные качества американцев это качества, которые их отличают. Прежде всего такие, как это действительно прагматизм, это деловитость действительно, это желание достичь благополучия. И вот если, как отмечено, в России едут от тоски дорожной, в России едут куда-то, перемещаясь от бессмыслица к смыслу, то в Америке едут за благополучием. Разница есть, безусловная. И тут же авторы приводят сравнение, что американское лучшее качество это обязательность. Он сказал сделать, он это сделает. В то время, когда можно прождать целый час советского руководителя, который, оказывается, забыл про ночную встречу, опоздал на полтора часа и не замечает за собой никакой вины за собой не чувствует. Дело в том, что 1933 год это год, когда были налажены отношения с дипломатическими между странами благодаря появлению тогда президента Рузвельта. Это одно. Второе, это то, что наша страна вошла в период индустриализации и, естественно, был большой интерес к новым технологиям. Мы покупаем пароходы, паровозы американские, покупаем американские мозги. И очень много американских инженеров тогда жили в Советском Союзе, работали на наших предприятиях. Наконец, нам чем интересна Америка? Мы близки же ей, по большому счету, мы близки, во-первых, вот этой вот идеи мессианства, которая до сих пор, по-моему, оспоривается и той, другой стороной, и опальное первенство, к этим мы все еще мечтаем. И, во-вторых, это вот идея молодости, потому что Америка – страна с очень короткой историей, но и СССР – это страна, которая решила от себя историю прошлого отринуть и начать все с нуля, разрушив до основания, а затем. И в этом отношении, конечно, страны друг к другу тянулись. Более того, у американцев был огромный интерес к нашему эксперименту, социальному, который здесь проводился, я имею в виду постреволюционные преобразования. И, может быть, что гораздо важнее в контексте нашего разговора, это то, что американская богема испытывала огромную зависть к советской богеме, потому что тогда были колоссальные преференции у деятелей культуры, это были огромные деньги, это были командировки, это была поддержка государства во все области культуры и искусства, вот об этом совершенно откровенно пишут и другая сторона. И вот в этом контексте как раз и появляется книга «Одноэтажная Америка». Книга написана в жанре травелога, сегодня такое слово очень модное, что такое травелог, когда мы говорим роман-путешествие, мы понимаем как раз то самое травелог, но путешествие-роман это довольно громоздкое название, и если просто путешествие, это некий процесс. А травелог это уже процесс записанный вот на бумаге и имеющий материальную выраженность. Вот мы эти травелоги советские можем сегодня сопоставить и сравнить. И в то же время создавали свои книги Борис Пельняк, это роман, «Коэй, американский роман». Вот позже появятся книги Бориса Полевого, других писателей. Чем эта книга выделяется? Почему сегодня мы говорим о книгах как книг, которая вполне востребована и вполне современная? Вот само название авторы идут вообще говоря по тем же самым следам. Это тоже огромный океан, это тоже огромный пароход, это тоже некое ощущение перехода в иное царство, в иное государство, это тоже Америка, вырастающая как призрак небоскреба непохожим на столбы дыма из небытия фактически. Вот это тоже Америка, где есть кричащие противоречия, и Нью-Йорк это город Контрастер, тоже оттуда же, где и богатство, и сумасшедшая, такая же сумасшедшая бедность, это и негров линчуют, но это все дано может быть чуть-чуть в некоем ином восприятии, мы видим чужими глазами. Причем в наше время это еще проще, потому что есть все это видео, ряд, есть больше доступа, а тогда 30-е годы не предполагали вот такой коррекции читателям или зрителям. Мы вынуждены были доверять тому, что увидел человек. В честь Ильи Петрова они оказались очень внимательными созерцателями и такими же добросовестными ирциаторами, потому что вот скажем в этой же книге есть такое выражение, что лучший писатель и лучшее качество писателя и человека это любознательно. И вот Ильф, прежде всего Ильф, потому что мы имеем возможность сопоставить записные книжки его с этой книгой, и мы видим текстуальные совпадения, это необычайно внимательный человек, который замечает бесконально все тонкости, все нюансы. И это была попытка вот показать, ну скажем так, не идеологические портреты от страны, а дать портрет человека, познающего и узнающего Америку. И вот в этом смысле они очень любопытно об этом написали. Мы пытались сделать обобщение, десятки раз в день мы восклицали, американцы наивны, как дети, американцы прекрасные работники, американцы ханжи, американцы великая нация, американцы скупые, американцы бессмысленно щедрые. Это был настоящий сумбург, от которого хотелось как можно скорее освободиться. И вот постепенно началось это освобождение. Вот тут же они дают такое, скажем, лирическое, может быть, лирика, какой-то лирика, не знаю, там, публицистическое размышление об американских дорогах. И совершенно изумительная сценка, жанровая почти, жанрово-психологическая, это описание салона автомобильного, но это описание, например, у них дано глазами женщины, американки. И описывая роскошные покарды, Кадиллаки, Росфороис, они такую ситуацию представляют, когда открывается автомобильный салон и хорошенькая американочка загорается идеей купить машину. И худо бывает мужчине, день открытия выстости. Долго он будет бродить вдоль супружеского ложа, где, свернувшись комочком, лежит любимое существо и бормочет. Миссии ведь Плимут сделала, только 20 тысяч миль, это идеальная машина, но существо не будет слушать мужа, оно будет одно и то же повторять, хочу золотой прайсфор, ну и так далее. Вот совершенно необычный ракурс, но он дает совершенно оригинальный взгляд на будто бы совершенно такую избитую тему высочайшей американской техники и технологии. Вот в другом месте они рассуждают о сервисе американском и все-то на его может быть такой, ну что ли, унифицированность повторяются везде одно и то же. Заток номер ван, заток номер ту, в любой аптеке можно купить. Но тут же замечают, что заметьте, та же самая газолиновая станция, где вам выпускают бензин, независимо от того, на чем вы приехали, сколько берете бензин, она вам выдаст полный перечень услуг, невзирая на цену вашего машины и на вашу башмаке или шляпу. На протяжении всего этого текста мы видим развенчание такого примитивного мифа об Америке. И не докажут, что это гораздо сложнее, это гораздо, может быть, многословие, это гораздо все не так стримлено, как принято думать. И вот действительно это попытка понять сложность Америки. И вот финал, написанный в 1935 году, заметьте, что гласит. О том, что если мы будем сравнивать Америку и Советский Союз, в чем будет разница. Вот они говорят так. В основе жизни Советского Союза лежит коммунистическая идея. У нас точная цель, которая в страну идет. Вот почему мы, люди, по сравнению с Америкой, покуда среднего достатка, уже сейчас гораздо спокойнее, счастливее, чем она, страна Моргана и Форда. То, что они написали, вот в то время, это была святая мечта. Это была святая уверенность и убежденность. Так оно и есть. И сегодня, спустя 80 лет, после подлинной книги, вот мы уже можем сказать, что авторы, разничая по один миф, оказываются во власти мифа другого. И они уже здесь подкрепляют вот тот самый миф, в котором долгие годы существовал наш Советский Союз. И вот я тут прочитаю еще один обзор. Страна имеет все, чтобы создать людям спокойную жизнь. Но население находится в состоянии беспокойства. Безработные боятся, что никогда уже не потеряют ни на той работе. Работающий боится свою работу потерять. Фермер боится не урожая, потому что цены вырастут. Ему нужно будет покупать хлеб по дорогой цене. Богачи боятся, что их детей украдут. Бандиты боятся, что их посадят на деревянный стул. Политические деятели боятся выборов. Человек в среднем боится заболеть, потому что двтора заберут у него все состояние. Купец боится, что тут рэкетирует. И все станут стрелять в стрелавок или нет. Тут написано об Америке 80 лет тому назад. Чем это фонт сегодня интересно? Нам надо подумать, если мы искали в Америке наше будущее, то что мы нашли и к чему мы сегодня пришли. И вот это, наверное, самое интересное, что дает пищу для размышлений после прочтения одноэтажной Америки сегодня. «Муж и глазами человека XXI века». Книжке 80 лет. И вот возникает вопрос, а что сегодня, для чего ее читать, чем она интересна? Ну, во-первых, хочу сказать, что, например, такой опыт уже был проделан нашими известными ведущими Познером и Ургантом, которые говорили, в частности, Познером. Это моя любимая книга, и я всю жизнь мечтала про тем же самым местам проехать. И вот его телевизионный цикл и книга как раз это поездка по тем же местам, это повторение этого маршрута Ильфа Петрова. Этот вот сдвиг очень интересен, что произошло. Ну, не так уж много чего изменилось, как выясняется из авторских размышлений, рефлексий. Главное, что оно, может быть, поменялось, это общее состояние мира. А то, что касается маленькой Америки одноэтажной, она осталась той же самой, что Ильфа Петрова. И взгляд первого, взгляд авторов идет как бы сверху вниз, потому что начинается с обзора 27-го этажа, а что с него можно увидеть, спрашивают авторы, и опускается ниже. И выезжает из Нью-Йорка в Америку. И вот я думаю, как раз то, о чем мы слышим сегодня, то, что мы сами можем видеть, если мы путешественники, если мы интересующиеся чужой страной, чьей культурой, то главное остаться основным. это, конечно, самый большой интерес могут быть, это даже не эти громадные мегаполисы, это просто люди, которые живут в одноэтажной Америке. Это те люди, с которыми общались, Ильф Петров, люди, которые, ну, мало чем изменились, наверное, с тех пор, потому что представления добрей и зли остались те же самыми. И вот, предположим, та же семейка Адамс, это семья гидов Ильфа Петрова, она дает представление о том, какими могут быть любящие люди, какие отношения семейные могут быть, отношения межнациональные и так далее. Вот, и самое интересное, это, конечно, может, узнавание характера, ментальности американского народа. Думаю, ключевая фраза вообще всей книги этой, вот, они рассматривали Америку как огромный роман. Мы скользили по стране как по главам толстого, увлекательного романа, подавляя все законные желания нетерпеливого читателя заглянуть в последнюю страницу. И нам стало ясно, главное это порядок и система. И вот это как раз качество внимательного читателя, который заглянет на каждую страницу, каждую главу, пред каждую букву, каждую сноску, вот оно, я думаю, отличает именно это произведение. Мне кажется, очень важна точка в этой книге поставлена, это твами фуант, потому что эти многочисленные очерки, зарисовки, они идут как будто бы спонтанно, но все время есть некая отсылка, вот мы и они, они и мы. И даже газета в Нью-Йорке, придавленная кирпичом, напоминает авторам, вот о том, как такая же газета, тем же кирпичом придавлена в центре Москвы, когда торгуют, ей какая-то бабулька усвоите остров. И вот здесь они выходят в последний план как раз на эту одну из важнейших проблем. Что же, для чего же нам нужна Америка? Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалоб, дает в примере достойные подражания о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной. И вывод такой, что мы очень много можем научиться у Америки. Мы это делаем, но уроки, которые мы берем у Америки, эпизодичны и слишком специальны. Продолжение следует...